МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, какой рейд начался в регионе, почему студенты-платники требуют сделать перерасчет и на чем стали экономить россияне. В Новосибирской области стартовала операция «Частный трактор». Рейд будет идти до 15 июля. Сотрудники Гостехнадзора совместно с другими надзорными ведомствами проверят, как в регионе соблюдают безопасную эксплуатацию самоходной техники. А именно, обратят внимание на регистрационные документы, наличие технического осмотра и удостоверение на право управления. Отмечу, в Новосибирской области зарегистрировано более 30 тысяч тракторов, из них большая часть принадлежит физическим лицам. Студенты вузов продолжают обучаться дистанционно. В таком режиме ученики получают знания третий месяц, да и сессию им предстоит сдавать удаленно. Студенты, которые учатся платно, недовольны такой формой образования и считают, что им должны вернуть часть денег. Почему, узнала Ксения Петренко. Мария – студентка первого курса НГТУ. Большую часть семестра в этом году вынуждена училась дистанционно. А сейчас и сессию сдавать будет тоже из дома. Хотя за обучение по своей специальности девушка платит 119 тысяч в год. Говорит, это несправедливо в нынешних условиях. Лекции и семинары дистанционно, экзамены в режиме онлайн. Все это к очному обучению не имеет отношения, уверены студенты. А значит, такие знания должны и стоить дешевле. Больше 21 тысячи подписей собрала онлайн-петиция Всероссийского студенческого союза. Предлагают провести перерасчет. Это, наверное, самая массовая петиция сейчас, студенческая петиция в стране. Но пока что, конечно, не получили тех мер, на которые реагировали, которые ожидали. Это выплата материальной помощи всем студентам, нуждающимся, и платникам, и бюджетникам. Это перерасчет стоимости обучения, и это финансовая поддержка вузов и службов на эти цели. В вузах считают по-другому. Оснований для перерасчета нет, только если будут рекомендации от вышестоящих органов. Наоборот, все преподаватели работают в усиленном режиме. Да и расходы растут. Было вложено немало средств в техническое оснащение дистанционки, чтобы все работало без сбоев, поясняют в Сибирском университете геосистемы технологий. Преподаватель стал работать в два-три раза больше. Он должен идентифицировать каждого студента индивидуально. Это такая же ситуация, я думаю, и в университетах, и в школах не менее трудоемкая. То есть трудозатраты гораздо больше. Выбора у нас нет. Мы должны поделиться знаниями, должны провести все процедурные вопросы, зачеты, экзамены. Поэтому преподаватели работают и совершенствуют свое мастерство. Сейчас петицию от студентов направили президенту страны и в федеральный Минобор. Пока никаких нормативных актов для пересмотра стоимости обучения принято не было. Новосибирские вузы также не собираются выступать с подобной инициативой. Обещают лишь не повышать плату на следующий год. Ксения Петренко, Артем Валевич, Новости ОТС. Блаблакар возобновил работу в России. Сервис ограничил число мест для бронирования до четырех. А также ввел функцию только один пассажир сзади. Об этом сообщил представитель компании. Также Блаблакар в разных регионах открывает для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу. Отмечается, что при возобновлении работы фирме будут следить за соблюдением рекомендаций Минздрава. Они предписывают не путешествовать, если есть симптомы заболевания, использовать в поездке средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию и не пожимать руки. Больше половины россиян сократили расходы во время самоизоляции. К такому выводу пришли аналитики. Сидя дома, люди перестали покупать одежду, обувь, косметику и другие подобные товары. А также исчезли траты на кино, походы в рестораны и фитнес-клубы. Вместе с тем, почти каждый третий житель России не смог сэкономить в этот период. А у 17% опрошенных расходы даже выросли. Люди рассказали, что начали покупать больше еды, лекарства и алкоголя, а также стали тратить деньги в интернете. По мнению психологов и социологов, люди заедают и запивают стресс из-за совершенно непривычной для себя ситуации. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, когда в Новосибирске изменится расписание электричек, в каком конкурсе предлагают поучаствовать молодежи региона и что происходит с рынком поддержанных автомобилей в области. В Новосибирской области изменится расписание электричек. С 12 по 14 июня пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. Такую корректировку в движение вводят ежегодно в связи с празднованием Дня России. Пассажиров просят быть внимательными и планировать поездки с учетом изменений в расписании. Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах железной дороги, а также на официальном сайте перевозчика и по телефону 050. Напомню, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области, в поездах пригородного сообщения и в зданиях вокзалов необходимо соблюдать масочный режим. Жители Новосибирской области стали чаще жениться и выходить замуж. К такому выводу пришли статистики. Они проанализировали количество зарегистрированных браков в регионе. За первый квартал текущего года свои отношения узаконили 3200 пар. За это же время распались 2900 семей. Таким образом, на 100 браков пришлось 92 развода. В Сдвинске полным ходом идет благоустройство. Несколько дней сотрудники сельсовета высаживают рассаду цветов на клумбах в центре населенного пункта. В планах обработать несколько тысяч кустов. Девочки, вот в этом луче будем высаживать алисум. Вот рассада алисума берем небольшими пучочками и в луночки. Высадку начинают ближе к вечеру. Питунья, алисум неприхотливы в выращивании и цветут до поздней осени. Более 5000 кустов вырастили в местной школе. Мы закупаем семена, они выращивают нам рассаду. Жалоб и претензий к ним у нас не было. Отношения очень партнерские. В прошлом году не хватало цветов в центре Сдвинска. И нынче мы с каким-то еще, наверное, большим желанием высаживаем рассаду. Потому что приятно то, что изменился вид цветников. Каждому цветку свое место. Совсем скоро они потребуют более тщательного ухода. Защитить от солнца, вовремя полить, разрыхлить почву, удалить сорняки. У нас женщина, работает уже. Она принимала участие в подготовке территории для высадки цветов. Уже занимается поливом цветов, которые высадили ранее. И будет поливать, рыхлить, полоть. То есть все это у нас предусмотрено. Позднее, когда работы, конечно, прибавятся, сейчас пока еще не требуют столько затрат. Поэтому мы планируем взять еще одного человечка в помощь. Прошлым летом эта площадь преобразилась благодаря программе «Комфортная городская среда». Обустроили газонные площадки, цветники и тогда же установили систему орошения. Изначально перед тем, как укладывать те же бетонные бордюры и засыпать землю, мы предусмотрели укладку полипропиленовых труб. Диаметры 25 миллиметров. Мы считаем, что этого вполне достаточно. А также мы на уровне трех метров друг от друга поставили винтили. Скоро площадь засверкает яркими красками российского триколора. Станислав Блинов, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Рынок поддержанных машин в Новосибирской области восстанавливает позиции после ослабления режима самоизоляции. К такому выводу пришли аналитики портала «Дром». Самыми востребованными моделями на вторичке в регионе стали японские «Тойоты». Первые строчки занимают Corolla и Camry. Также пользуются популярностью Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris. Среди отечественных моделей это Samara 2114, Niva 4x4, а также Жигули 6 и 7 серии. Аналитики также отметили в мае по сравнению с апрелем увеличение стоимости машин с пробегом. Поэтому если вы планировали поменять автомобиль, сейчас лучшее время, так как предпосылок для снижения цен немного. Молодежь Новосибирской области приглашают стать частью команды Арктики. Для этого необходимо принять участие в конкурсе. Заявки принимают до 21 июня. Спустя 4 дня отборочная комиссия публично подведет итоги и объявит победителей. В дальнейшем молодые люди смогут пройти стажировку и практику на предприятиях и в организациях, работающих в Арктике, а после и трудоустроиться. Участвовать в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Им необходимо создать видео-визитку о себе и написать эссе. Все подробности можно найти на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Новосибирский госуниверситет проведет день открытых дверей. И почему театры области ушли в отпуск раньше обычного. Новосибирские работодатели до 30 июня должны уведомить своих сотрудников о праве выбора формата трудовой книжки. В свою очередь подчиненные должны до конца года определиться, в каком виде будет их документ о стаже в бумажном или цифровом. Об этом напомнили в пенсионном фонде. Тем, кто выбирает электронный формат, бумажную трудовую книжку работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о профессиональной деятельности до 2020 года. В виртуальной версии фиксируются данные, начиная с января. Отмечу, на сегодняшний день более 55,5 тысяч новосибирцев решили сформировать сведения о трудовой деятельности в электронном виде. В Новосибирской области продолжается призывная кампания. 20 сдвинских новобранцев должны пополнить ряды российской армии «Весенний призыв». Решение служить они приняли вполне осознанно. С подробностями мои коллеги. Из-за пандемии «Весенний призыв» этого года стартовал на месяц позже. Сдвинские парни в полном составе явились на комиссию. Ну а куда вот идти товарищам, которые сейчас в армии, им же и не ждать, пока другие придут. А с другой стороны, их и не отпустят, пока другие не придут. Призывники проходят обследование в личном деле каждого потенциального солдата. Врачи пишут, годен к службе или нет. Очередь годная по состоянию здоровья. На вчерашний день, когда торпотала призывная комиссия, было вынесено решение на 13 человек. Ребята хорошо относятся к тому, что они пойдут служить, готовы. Некоторые готовы даже досрочно защиту сделать, кто обучается. Ребята у нас с Азвинского, которые уходят, они хорошие. Служат с удовольствием. Некоторые даже остаются по контракту после службы. На призывную комиссию пришли 66 парней. Скрываться от армии в сельской местности не принято. Вот и Артём, студент архитектурно-строительного колледжа, настроен служить. Сейчас получу диплом, отслужу и имею свои планы. А служить не против и Павел. Но не сейчас у студента железнодорожного колледжа законное основание получить отсрочку. У меня здоровье отличное. И после учёбы я пойду в армию. Как не пойти нужно. Если только причины нет, никакой уважительной. То нужно идти. В период пандемии призывная комиссия работает с соблюдением всех мер безопасности. Каждому новобранцу измеряют температуру, обрабатывают руки противовирусными препаратами. Обязательно защитная маска. Те ребята, которые будут убывать на военную службу для отправки на ОСП, они предварительно однозначно все будут сдавать тесты на коронавирус. В войсках, конечно, по прибытии назначено они будут все проходить карантинный режим, а уже потом уже приступать к исполнению службы военной. Говорить о том, куда отправят сдвинских призывников, пока рано. Возможно, они будут нести службу в ракетных войсках стратегического назначения и пополнят ряды национальной гвардии. Рута Келлер, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Новосибирский госуниверситет проведет день открытых дверей. Мероприятие состоится в субботу в дистанционном формате. Начало онлайн-трансляции в 11 часов. Абитуриенты и их родители смогут узнать о датах начала приемной кампании в ВУЗ, об изменениях порядка подачи документов, о направлениях и специальностях в университете, а также о необходимых для поступления наборах ЕГЭ. Кроме того, людям расскажут о студенческой жизни и кампусе Новосибирского госуниверситета. Новосибирские театры не дождались выхода из самоизоляции и ушли в отпуск раньше обычного. На этой неделе об официальном завершении сезона объявили в Красном факеле. Приступить к репетициям там планируют в июле, а сыграть следующие спектакли в сентябре. Отправилась отдыхать и труппа музыкального театра. Хотя на конец июня там была запланирована премьера семейного мюзикла «Кошка, которая гуляла сама по себе». Во время вынужденного простоя творческие коллективы работали на удаленке, репетировали, делали онлайн-постановки, проводили прямые эфиры. Но теперь артисты смогут полноценно отдохнуть. Главная задача – не растерять форму и нормально подготовиться к старту следующего сезона. Сюрпризом для театров стало то, что далеко не все зрители сдали билеты на несостоявшиеся спектакли. Публике важнее не вернуть деньги, а при первой возможности попасть на представление. Мы рассчитывали, что будет апокалипсис, по крайней мере, возле театра, что люди будут стоять цепью, живой изгородью, чтобы получить эти деньги. И самое удивительное, что зрители, поняв, что их никто не собирается дурить, что с ними работают честно, они совсем не бегут возвращать деньги за билеты. Потому что в свое время они с большим трудом покупали билеты, особенно на премьерные спектакли. К этой минуте у меня все новости о других важных событиях региона. Вы всегда можете узнать на областном радио 54 в Черепаново на 104,8 FM. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи.